Девушки отдыхают 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 Да я догадывался. Так, слушай, сержант, строй-ка мне, давай свой призыв. Подожди, подожди, товарищ старший лейтенант, вы же обещали, что это... Ну, обещал, не уйдет. Не уйдет никуда за пределы роты. Давай, сержант, строй солдат. Значит так, нет никакого землячества и дедовщины. Есть только те формы взаимоотношений между военнослужащими, которые прописаны в уставе. И если кто-то, где бы он ни служил, не усвоил это на первом году, то будем вдалбливать на втором. Так, учим с девятой, по двадцать восьмую страницу включительно. Проверять буду лично, на зачет. Товарищ лейтенант, а если это кто-то уже знает, все? Насколько я знаю, Кабана, в нашей роте таких людей нет. Это ж надо, а. Пять часов, как в учебке какую-то туфту зубрить. В ума попали с тобой, да? Нечастья, концлагерь какой-то. До всех пор перед глазами буквы прыгают. Так, вторая рота, отбой. Папазогла! Ну, шлатик, поправь! Слышишь, бабула, опять попазогла. Да ну их в баню пускать служат, как хотят. Уж лучше это дедовщина, чем эта гребанная уставщина. Военнослужащие должны постоянно служить примером высокой культуры, выдержанности и скромности. Блин, привязалась, не могу. Кипяченую воду. О, Олег Николаевич! Добрый вечер! Вечер добрый. Ну, как день прошел? Нормалек! Как у всех солдат и офицеров, нормалек! Только поспать, а утром в пахоту опять! Олег Николаевич! Пахнет, да? Да. Да. Пахнет. Вот так. Вот так. Все, что возможно, покурили. Все одежду, блин, провоняли. Невозможно никуда зайти. Сейчас нашел подъезд, дым аж висит, блин. Так, как соседи фамилия? Фамилия соседей. Завтра же позвоню, блин, что нахрен, пусть присылают сюда. Вы все лет от тех, кто курит здесь уже? Да, да. А в караулку заходишь, там везде накурено. Не могу уже больше. Да. Все провонялось, блин. Я понимаю, Олег Николаевич. Бросить курить, это так непросто. Не верите мне, Анжела Олеговна. Я же по глазам вижу, что вы мне не верите. Я сказал, бросил, значит, царь, я не говорю, не надо мне ничего. Я верю, я верю. Но я думаю, ваш успех надо как-то закрепить. Нет, не надо закреплять, ничем не надо закреплять. Я сказал, бросил, все. Надо бросить полностью, полностью. Я не понял, я и так полностью бросил. Ну что мне на вас, решать, что ли, в конце концов? Я же сама бросала. Давно, в 28 лет. Но я помню, как это было тяжело. Серьезно бросали? Да. Вот кажется, и не куришь вовсе. Ну? Вдруг какой-то непокой и руки. Нет, нет, да и тянутся к сигарете. Вот прям тянутся. Вот, вот, Анжела Олеговна, тянутся. И вот. Почему как тянутся? И вот. Они тянутся. Так. А я морковку беру. Какую морковку, Анжела Олеговна? Обыкновенную. И что? Только порезанную на мелкие кубики. И вот я подумала, чтобы вас как-то подержать, я вам приготовила. Вот, представляете, рука тянется к сигарете. Ну. Вот она тянется. Ну. А вы ее раз. И в пакет. Пару кубиков в рот, и уже не так тяжело. А? Ну вы попробуйте. Нет, ну вы возьмите. Ну. А? А? Ну, ну как? А? Вкусно. Очень вкусно. А помогает. Ммм. И намного легче будет. Опять курит. Опять соседи курят. Все мое. Затравим уже эти свирновы. Высилять этих наших курищиков в час и буду. Ваша фамилия? Иди сосед, говорю. Сейчас я рога пообломаю. Что говоришь, подержи. Сейчас я буду, я обломаю рога. Смирно! Товарищ майор, за время моего дежурства никаких происшествий в роте не случилось. Рота находится на занятиях по стрелевой подготовке. Дежурный по роте ефрейтор Кабанов. Вольно. А почему в нашей роте, фу, в вашей роте, входная дверь скрипит? Не могу знать. А что ты можешь, ефрейтор? Отличный солдат, а ни черта не знает. Почему дверь входная скрипит? Потому что не смазана. Ну вот, есть мозги в тыкве, а? К Кабанов. Так точно. Ну ладно. А почему это у нас ефрейторы вместо сержантов дежурный не ходят, а? Так у нас же в роте только один сержант. Как один? Ну так Медведев, он же это... И что, никого не назначили? Где командир роты? В штаб пошел. Вой дела, а? Я сюда, вон туда. Кабанов, смазать. Есть. Сорок. Здорово, Данилыч. Здорово. Трудишься, да? Правильно, правильно. Перекур. Будешь, нет? Нет, 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 спасибо. У меня вот свои сигареты, видишь? Да. Да. Морковочка. Теща мне посоветовала. Ух ты. Ты знаешь, чтобы травку курили, это я слыхал. Ну вот, чтобы морковку курить, это... Не слыхаю, зря. Очень хорошая штука. Седаешь 34 штучки, курить совсем не хочется. Совсем? Совсем. Слышишь, а вот сколько в пачке этих морковок получается, а? Сейчас скажу. 9 штук, ну максимум 10. Так это получается дешевле, чем даже прима. Ё-моё. Чего ты все время на деньгах экономишь, а? Здоровье не экономят, понятно? Вот, слушай, попроси у меня морковки, я тебе дам. Не курь на меня, я тебя прошу, ё-моё. Вот, проси морковку. Ты знаешь, вот стрельнуть сигаретку, это ещё куда не шло. Но вот морковку стрелять, это уж извините. Турын да ты, блин. Вот так и умрёшь, сигареты во рту. Угу. Дверь скрипит. В дежурном породе ефрейтор ходит. И это я только вошёл. Товарищ майор. Что, товарищ майор? Мне страшно подумать, что у тебя там в бытовке творится. У тебя что, в роте сержантов не хватает? Так это, присматриваешься? Долго ты присматриваешься, Смольков. Как ему по роже заехать? Одна секунда. Присматривается он. Такая рота. Кого не возьми, каждый сержант. Вот смотри. Соколову и Вакутагину отпуск объявлен. За успехи в боевой и политической подготовке. Мне что, самому тебе сержантов назначать? Я всё понял, товарищ майор. Ну, раз понял, значит, иди. Есть. Постой. А что ты заходил? Да я это, зашёл узнать, нет? Ничего для меня. Из штаба округа. Смольков. Если что будет слышно, то ты услышишь. Понятно? В роте ты будешь. Или дома под одеялом. Я тебе обещаю, что ты услышишь. Не тем у тебя голова занята. Ты лучше дверь смажь. А то не сегодня, а завтра расформируют нас к чёртовой матери. И будем мы с тобой, Смольков, на базаре. Разрешите идти, товарищ майор? Иди, кто тебя держит? Сколько? Пять. Нихрена себе. Нет, я имею в виду такая простенькая, немытая. Нет, у меня всё чищено и всё мытое. Тогда дай мне, пожалуйста, три порции. Нет, четыре, чтобы без дачи. Спасибо. Можно с вами? Конечно, садитесь. Шмотко, ты не боишься в кролика превратиться? Так каждый мужик в душе кролик. А слыхал анекдот? Двум кроликам в клетку подсыпали стимулятор. И чё? Чё? Три часа потом потушить не могли. Эвелина! Ё-моё! Чё ж только перца-то положили, блин? Пукнешь, блин, и капец стану. Зачем ты? Чё ты её порции взял? Курить, Барсаю. Говорят, помогает. Лучше и легче становится. Ну так, вроде говорят, или действительно легче. Не знаю, надо попробовать. Я, когда бросал курить, я леденцы сосал. Вы курить бросали? Угу. Уж слава богу, посчитать семь лет, как ни к очагарю. А чё за леденцы? Специальные? Не, обычные конфеты. Там театральные, лётные. Какие там ещё? Барбарис. Любую конфету кладёшь в рот и рассасываешь, как таблетку. А долго сосать надо? Пока желание курить не рассосётся. Спасибо, товарищ майор. Спасибо. Эвелина, ё-моё, у тебя тут, блин, перцев больше, чем морковь. Ну, так же нельзя. А это я есть не буду. Ну и не ешь. Нет, перца моя, я тебе возвращаю. А деньги мне, пожалуйста, обратно верни. Не пойдёт. Чё это не пойдёт? Я даже не притролся. Вот, смотри, всё нормально было. А тут я знаю, может, и плюнул туда. Тем более, я по кассе пробила. Нет. Эвелина, ё-моё, чё ты как неродная-то, блин? Я тебе возвращаю, всё. Чё ты? А ты мне деньги. Сейчас. Сейчас. Угу. Ну, ладно, это самое. Эвелина, ты мне деньги не давай. Можно я это конфетами возьму? А зачем тебе? С сыну. Какому сыну? У тебя сыну три месяца. Ты чё, думаешь, у меня один сын, что ли? Один сын начальника? Да ты обалдилась-то. Там всё нормально. А чё, нормальных нет тебе, да? А чем тебе это-то не нравится? Ты же не себе берёшь, а ребёнок. Чё? 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 Так. Сыну взял. Сосёт. Ну, чё там? Как там новенький? Бабула с нелипой? Ну? Да ничего, притихли. Да реальны они, пацаны. Просто у них тема другая. Была, наверное. О-о-о! 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 Вы, слушай, скорей чай наливайте, а? Давай, давай. Что тут белки на этом КПП? Заколебался уже из нарядов в наряд летать? Ой, не говори, а? Такая уж доля ваша, сержантская. Да. Назвался груздём, проверься на радиоактивность. Ничего, ничего. Разговаривался с Майковым. Скоро кого-то из вас тоже сержантом назначат. Так что, приготовьтесь, прилетит кому-то на погоны. Э, нет. Только не мне, я сержанта быть не хочу. И я не хочу. У меня на земле полгода осталось. Пусть укатится, как катится. А чё тут плохого-то? Тебе хорошо, Бакутагин. Ты на кухне окопался, тебе зашибись. А это самое, обязанности дежурного пороть и учить, а? А разводящего. И вообще, нафига тебе эта ответственность? С одной стороны, командиры прессуют, а с другой стороны, за... духами задницу подтирай. А чё ты ржёшь-то, Гуня? Давайте, мечтайте, мечтайте. Кто вас спрашивать будет? Кому интересно ваше мнение, хотите быть сержантами или нет? Прикажешь, ты в путь. Но это мы ещё посмотрим. Слушай, Степаныч, сколько можно бриться? Чего? Я говорю, ты уже 10 минут бреешься. Не понял? Я говорю, телек из-за тебя невозможно смотреть. Чего говоришь? Я говорю, телек из-за тебя не работает. Ну, что ты рёшь, Коль? Короче, задрал ты со своей бритвой. Новости невозможно посмотреть, сплошные помехи. Ты бы лучше вот так по утрам брился, а то на разводе вечно какой-то помятый. Между прочим, Николай, у меня темперамент французский. Какой? Коля, французы на ночь бреются. А утром мне спать хочется. Я по натуре сова. Кролик ты, а не сова. Что, к Людке собрался? Чё это к Людке-то? Квальке. Она, между прочим, темпераментная, чуткая женщина. Подожди, а Людка как же? Ну, Людка, Людка. Людка это ошибка. Утонула, как лодка. И сколько твоих ошибок беспризорных по стране бегает? Не считал? Коля, а я, между прочим, думал, что ты телек смотришь. Я за безопасный секс. Ну, хоть Валька-то твоя. Не замужняя. Какая разница-то? Фу ты, чёрт. Да большая разница. Тебе что, холостых мало, что ли? Коля, любовь, она, понимаешь, не выбирает. Тем более, что настоящую любовь ничто остановить не может. Даже так называемые узы брака. А брак, как известно, понятие давно отошло в прошлое. Это такой, сказать, архаизм, понимаешь? Даже точнее сказать, оттавизм. Оттавизм. Смотри, Александр Степанович, чтобы кто-нибудь тебе твой оттавизм не оторвал. Ну, и тебе, Николай, тоже не хворать. Постараюсь. В общем, так, Соколов. Я с этой мыслью переспал. С кем переспал этот штат рейтенант? С мыслью переспал, Соколов. И решил, что лучшей кандидатуры на сержанта, чем ты, у нас нет. А я не могу. Почему это? Я ж коптер. Ну и что? Хватит. Пора же на повышение. Пусть кто-нибудь другой будет коптером. Товарищ старший лейтенант, может, лучше сержантом будет кто-нибудь другой. Так, слушай, Соколов, я тебя вызвал не для того, чтобы посоветоваться с тобой. Завтра утром на плацу будет зачитан приказ. Давай, свободен. Кругом. Шагом марш. Ва! Так, сразу быстро. Чего? Товарищ сержант, кто выйти из строя? Соколов, Макудагин. Шаг из строя. Неужели понятно, блин? Смирно. За успехи боевой и политической подготовки приказом командира части вам и появляется 10 дней отпуска. Чего? Ну, все, все, в отпуск. Молодец, Сокол. Повезло. А это ему компенсация за сержанта. За какого сержанта? За младшего. Ему же сержанта дают. Кто? Когда? Родный. Родный? Что ты мне, блин, раньше и сказал? Ё-моё! Встать, струй! Это ж надо, ё-моё! Это кто ж мог подумать, а? Да что случилось-то? Да что случилось, да? Ты еще спрашивай, что случилось? Сейчас, что там пишешь? Что я пишу? Приказ. Что ты сейчас там пишешь? Приказ, на что б Соколова с сержанта перевести? Ну, вообще. Я сейчас могу с тобой поговорить не по уставу, а? Ну, можете, конечно. Что ж ты делаешь-то, а? Что ж ты сук-то рубишь, на котором сидишь, а? Я что-то не понимаю, Олег. Не понимаешь ты, ни хрена! Сядь! Сядь, я тебе говорю! Ты приказ пишешь, чтобы Соколова с сержанта перевести, да? А ты задумался, что коптер – это профессия, у которой нюх должен быть. Понимаешь ты это или нет? Да ладно, у нас… С кого не возьми, любого можно! Молчи, молчи, Смальков, молчи! Вот клей, видишь? Видишь этот клей? Ты задумался когда-нибудь своей башкой, как у тебя этот клей катался на столе? А Соколов пошел, достал тебе! Вот тебе скрепки достал, вот дуракол! А если есть Соколов, то какой у тебя был дуракол? Хрен бы ты с ним что-нибудь наколол! Он тебе все достанет, Соколов! Только попроси его! Скажи ему, Гуталин! Он Гуталин принесет! Скажи ему, Писсуар! Он Писсуар принесет! Он настоящий коптер! Он этим думает! Он этим живет! Хорошо! А кого я сделаю с сержантом, а? Хватит смальков! Кого угодно! У нас вон полрота сержантов! Хределы с сержантами! А Соколову не трожь! В общем так! Если кто, хоть на метр к моей коптерке подойдет, я ее заменил! Ну вы... Я пошел! Идите! Че ты, Соколов? Не надо не расстраиваться! Понятно? Не быть тебе сержантом! Или ты хочешь? Нет! Я по правде говорю сам! Все! Не парься! По поводу отпуска! Ты много с собой вещей везешь? Ну не знаю! Пару сумок! Замечательно! На, держи! Я тебе тут списочек составил! Зайдешь в сельпо! Ладно? Купишь что-нибудь подешевле! Ага! Конечно! Узма, блин, все будет! Разрешите, товарищ Левик! Лейтенант! О, Покутагин! Заходи! Че ты? Вот! Я узнал про поезда! До Чумени только по вторникам! Три дня ехать! А от Чумени до Якутска! По понедельникам! А от Якутска самолетом! Понятно! Покутагин! Ты много с собой вещей из отпуска повезешь? Получается, на дороге 12 дней! А отпуск 10! У тебя! Дорога в отпуск не входит! Ясно? А! Ясно! Ну все! Давай! Валяй! Есть! Стоп! Покутагин! Подожди! Сколько ты сказал дней? 12! Обратно быстрее! 9! Ё-моё! Вакутагин! 29 плюс 2! Это сколько будет? 31! Это месяц! Считай! Уже понял? Месяц! Да! 10 дней без шеф-повара это еще ладно! Но месяц! Как это я сразу не подумал! Нет, Вакутагин! На месяц я тебя отпустить не могу! А! Еще! Самолеты есть! Чего есть? Самолет! Заморожать, что ты говоришь, Вакутагин! Ты в какой армии служишь? Забыл! Поезд! Общий вагон! Ну максимум! Плацкар! Ты извини, Вакутагин, но на месяц никак! Тем более, у нас недели через три проверка должна быть! Накормить надо! Кухню показать! Ну сам понимаешь! Тем более сейчас! Когда такая сложная ситуация! В округе! Вакутагин? А у тебя есть родственники в Москве? Блин, шматко! Че? Когда все это закончится? В смысле что? На разводе жуешь! В кабинете конфеты усосешь! Ты вообще на службу пришел? Или в парк на карусели? Вот я вообще-то курить басаю, поэтому и конфеты сосу! Зато здоровье свое сберегу! Да, понятно! Так что ты там говорил? Я говорю! У тебя родственники в Москве есть, Вакутагин? Да при чем тут Москва? Подожди, товарищ майор! Отправим в Москву и все! Ты в Москве был? Ой, хорошо! Там Вакутагин! Кремль, понял? Там дороги! Рынок Вакутагин! Затаришься, понял? А, у меня, это, дядя есть! Вот! У Скаменецки! Это где? Ну, это под Якутском, только в другую сторону! Ё-моё! Хрен редьки не слаще! Вакутагин! Слушай, а может, ты к Соколову поедешь, а? В деревню! А что, хорошо! Поможешь тебе вместе сумку нести, а? У Соколова, тетка, и черная смородина, настойчка, знаешь, какая ума! Так, Шматко! Чего Шматко-то? Не, ну, почему Соколова-то? Я домой хочу! Фу ты, ё-моё! Домой на демель пойдешь, понял? Я душа в дураку даю! Поедешь? Поедем! Эх, Вакутагин! Слушай, а может, ты увольнениями отпуск отгуляешь, а? Вакутагин! Шур, ну что ты как чулок с луком, а? Задницу не отклячивай! Ой, шур! Свободен следующий! Смотри, как валит! Как поршень! Слушай, наверное, качался на гражданке! А ты видел, как он автомат разбирает? За 15 секунд! Да ладно! Нифига себе душа дает! Наверное, у него в школе военруг был хороший! Да, Фахрудинов! Что? Стоп! И что? Сюда иди! Ты чем на гражданке занимался? Да так, всем понемногу! Видом спорта каким! Никаким! Слыхал, Сокол? КМС по никакому виду спорта! Свободен! Держи! Похоже, шифруется наш Ренат! Аскарович! Рядовой! Я, товарищ старший лейтенант! Рядовой не Липа? Так точно, товарищ старший лейтенант! Ты у нас сколько служишь? Две недели! А в общем? Полтора года! О! А в общем... Рядовой не Липа! Что я тебе хочу сказать? В общем, за две недели службы у нас зарекомендовал ты себя хорошо! Поэтому будешь сержантом! Есть! А что так сразу-то? А что сразу-то? А что сразу-то, товарищ старший лейтенант? Ну, что, и отнекиваться не будешь? А чего отнекиваться? А, ну... Значит, я в тебе ошибался! Ну что, будешь сержантом? Есть! А... Не Липа! Так точно! Запишем! Запишем! Молодец! Ну что, ребят? Доигрались, да? Доигрались! Да ладно, ну а кто знал, что он предложит? Что? А тебе не предлагал, да? Да, ребят... Плохо, что не наш будет сержантом, а? Да ладно! Какой же он не наш? Столько же прослужил, и потом нормальный пацан! Да ладно, бросьте вы! Тем более, они признали, что они неправы! Так что гони не гунди! Вольно! Вольно! Вы... Вы что-то хотели, товарищ лейтенант? Смотрю! Краны не бегут, да? Все нормально? Ага! Ну и хорошо! Ну, может сигареты, а товарищ лейтенант? Не-не-не, спасибо! Какая сигарета? Не надо сигареты! Ну, пошел! Курите! Ай! Что-то спасили? Нет, ничего! Нет! Нормально все? Курите! Какую-то страну он в последнее время! Курить бросает! Понятно! Воздухом пришел подышать! Понятно! О! Сань! Заработался? Да домой уже давно пора! Давай, я на машине подброшу! Спасибо, Николаевич! Ты знаешь, езжай! Тут, видишь, бумаг накопилось полно! Я решил поработать! А как же любовь твоя? Валька! Валька! Ну да, Валька! Она тоже, знаешь, занята! Я поэтому, собственно, и решил поработать! Ну ладно, давай тогда! До завтра! До завтра! Смотри, не заработайся только! Давай, счастливо! Смотри, смотри, смотри! И далким спросом наша техника пользуется в мире! А то! Ух ты, слушай! А это что за вертушка такая? Ми-8, наверное? Нет! Это Ми-6, корова! Ми-8Т, он меньше! Чего это Ми-6, корова? А его все так десантуре называют! Ему для взлета разгон нужен транспорт! Слышь, Фахруддинов, а ты откуда знаешь, что его так в десантуре называют? Да так, читал! А, интересные вас книжки под бугульмой читают! СМЕХ 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 Вон! Не, вроде не он! Повыше! Ты говори, майор! Ну, ростом повыше! Слышь, майор! Ты часом не старокой? Нет А в чем дело? Да так А ты его знаешь? Ну допустим знаю А зачем он вам? Да так, привет ему надо передать От Вальки Большой такой привет От какой Вальки? Он знает от какой Так где же он? Ушел Как ушел? Когда? Давно после обеда Ушел по делам Так что же мы тут зря мерзли что ли? Пока мы здесь с тобой ждем его Он остается в Альки Убью, суку А ты чего телевизор не смотришь? Неохота А, на кухне проблемы Да ладно, забудь Ты же скоро в отпуск поедешь Никуда я не поеду Как ты не поедешь? Соколов До тебя сколько ехать надо? Не знаю Сутки где-то поездом А что? А мне 21 день Только туда и обратно И отпуск 10 дней Месяц получается Месяц получается Слишком много Поэтому и не отпускают Где же самолеты должны летать? Командир части сказал Что никто мне самолеты оплачивать не будет Только поезд А сколько билет стоит? Да не знаю Да и нет у меня таких денег Николаевич, ты еще здесь? Забыл кое-что Чего? Так ты говоришь, не едешь? Да нет, ты знаешь У меня бумаг скопилось Надо поработать, я же говорил Бумаг говоришь? Угу И Валька твоя занята, да? Валька, Валька занята И муж на КПП сторожит И муж на КПП Какой муж? Обманутый С другом С каким другом? Со своим Друг у него такой Видный такой мужчина А что-то я не понимаю О чем ты говоришь Что, Александр Степанович? Доигрался? И точнее сказать Да А я не знаю Никакого мужа Зато он хорошо тебя знает И фамилию твою И где ты работаешь Николай Николаевич У меня много работы Да нет у тебя Никакой работы Давай Одевайся, поехали Ну Одевайся Ну Ты же сказал Они на КПП Уже нет никого Я им сказал, что ты уехал Давай Одевайся Поехали Быстрее Казанова Здравия желаю Товарищ старший лейтенант Стой, стой Куда направляемся? Штаб, почту Газеты Письма заказные Заказные? Из штаба округа Из военкомата Ага Из штаба? Ага Вот Это толстый Такой А рядовой А почему без рукавиц? Так это Тут же рядом Ну и что, что рядом? Вы нарушаете форму одежды В зимнее время Военнослужащий Должен обязательно быть В рукавицах Так, быстро В казарму Одевать рукавицы Шагом марш Стой, стой Почту давай Давай Все равно в штаб иду Занесу Давай, чтоб без рукавиц Не возвращался Так Разрешите, товарищ майор Чем пожаловал? Да я вот почту принес Почту? А с каких это пор Командиры рот стали почту разносить? Да я не разносил Просто Письмо и штаба округа пришло И что? И я подумал Может это Про меня? Не думаю На твою скромную персону В штабе вряд ли Столько бумаги переведут А нет Как в воду глядел Ну что? Подожди Что-нибудь решили? Подожди, не мешай Ну что там? Что-нибудь Серьезное? Тот капитан Которому ты по морде дал После твоего удара Выжил? Выжил Ты уверен? У... Уверен Точно? Странно Товарищ майор, скажите честно, что решили про меня в штабе? Решили расстрелять Ну, товарищ майор, ну вы... Я ж серьезно Да ничего не решили Ну нет тут ничего про тебя Инструкции, методические указания Но если ты еще будешь ходить по штабу и сопли распускать Я сам решу И мало тебе не покажется Иди, и ротой командуй Есть Почтальон Печки Ну что, сержант, все в порядке? Принимай наряд Че? Че такое? Да мне бойцы доложили, у тебя в туалете спичка валяется и пепел на подоконнике Ха-ха, и че? Ну че, Гуня, убрать надо, понимаешь? Аначе сам понимаешь, наряд не принимается Так пусть твои бойцы уберут Нет, Гуня, это твои гневальные должны убрать Уж берез, ты че, обалдел? Я ж тебя завтра менять буду Ну то будет завтра, а спичка валяется сегодня, понимаешь? Замечательно, значит мы из-за спички Не будем принимать наряд, да? Ну так не я же эти правила придумал, понимаешь? Зато я смотрю, ты их очень быстро выучил Лавров! Да, товарищ сержант Почему в туалете спички и пепел? Так там это, деды курили? Я не спрашиваю, кто курил, я спрашиваю, почему? Понял Ну что, все в порядке? Теперь все в порядке Прекрасно Ну давай Держи Дежурь Сержант Тебя почему на разводе не было? А? О-о-о И что это ты нацепил? ПДВ Чего? Прибор дневного видения На пляже, что ли? Ты бы еще в плавках пришел Николай, понимаешь Солнце зимой Очень активно Ультрафиолет Прям А у меня от ультрафиолет раздражение И глаза слезятся А ну-ка, Рэмбо Сними свой ПДВ Зачем? Сними, сними В глазки твои слезливые Хочу посмотреть Снимай Ультрафиолет Говоришь Противопоказан Зато Фиолет тебе Очень даже К лицу Красавец Где они Тебя Отловили? В подъезде Замечательно. Очень даже замечательно. Заместитель командира части по воспитательной работе избит мужем соблазненной им женщины. И они там в штабе еще думают, какую часть сокращать. Что думать? Вот она, бери и сокращай. Командир роты бьет по мордам, замболит по мордам, получает. Бери и сокращай. Все хорошо. Товарищ майор, вот сделай в том, чтобы... Тамбовский кролик тебе, товарищ! Короче, если ты в ближайшее время не остепенишься и не женишься, я тебя лично кастрирую. Ну и жара тут! Э-э-э! Олень! Вы куда? Обед еще не скоро! Мы не жрать пришли, иди сюда. В общем, мы все узнали. С мужиками скинулись. Ну, короче, на, вот, держи. Здесь на билет. Два конца. Какой билет? Ну, какой? На самолет. Серебристым крылом. Два дня туда, два обратно. За две недели обернешься. Кабаныч, пошли. Вы чего, мужики? Вы чего? Так, если будешь назад совать, мы обидимся вообще. Я вам верну, ребят. А кому вернешь? Ну, вам. Я верну, ребят. А я, например, не помню, сколько давал. И я не помню. По-моему, здесь никто не помнит. Тогда, тогда я вам обедами верну. Масло. А вот это уже интересно. Хе-хе. Спасибо. Ну, что, Гунь, к очкам и писсуарам претензии есть? Претензий нет. Прекрасно. В умывальнике порядок? Порядок. Так, оружейку ты принял? Принял. В расположении бытовки мы были? Были. Тогда все? Нет, не все. Наряд не принимается. Так. А здесь не хватает номера. Видишь, это девятнадцатый. Это двадцать первый. Где двадцатый? Я думаю, что кто-нибудь взял почитать. Ага. Почему трещина в телефоне? Вы что, телефон роняли? Гунь, что ты дурку гонишь? Это трещина. Я сюда заступил, она уже была. Ой, не знаю, не знаю. Была она, не была. Записи в журнале нет? Нет. Это что? А? А вот это? Вы что, штыкнажи по ночам, что ли, бросаете в двери? Гунь, а ты знаешь, в полу вот тоже трещины, щели. Может быть, ты вот до них докопаешься, а? Ну, до половых щелей мы опускаться не будем, а газетку придется поискать. Гунь, ты что, издеваешься, что ли? А кто первый начал? Чего, извиняться будем или газетку искать? Ладно, извини, я что-то вчера действительно как-то... Ладно, не парься с газетой. Телефон заклей. Вот так вот. Сержант сержантом всегда найдет общий язык. Так точно. Чего так точно? Заклей. Мирная. Да, Денис Натальевич, а что? Нехило тебе, Гуни, нос утер, а? Ну, я селепене, я ж первый раз. А что, да, в бутылку лез, если первый раз, а? Да, наши старики-то получше будут. Да, зато у них духи какие. Какие? Какие. Вы своего Фахрудинова вообще видели? Чего? Чего? А что своего-то? Он вообще другой родице служил. Потом, что он на него смотреть? Дух как дух. А, дух как дух. А что, он утром никак вытворяет, видели? А как в оружии волокет. А, бегает он совсем не как дух. Ой, да ладно, я тебя умоляю, на гражданке чем-то занимался. Я читал его личное дело. Ничем он не занимался. И вообще, такое ощущение, что про армию он уже все знает. Да ладно, хорош. Ну, может, у него там способности какие-то. Способный солдат. А, способный солдат. Видели, как он воротнички подшивает? Как? Как? Я так не умею. Нет, здесь дело не чисто. Мужики, а что мы паримся? Давайте у него спросим. Ну? Ну? Э, Фахрудинов! Вызывали. Вызывали, вызывали, иди сюда. Что-то случилось? Случилось, случилось. Значит так, Фахрудинов. Короче, появился у нас вроде один дух. Повадками, которые и не дух. А кто это? Вот и мы и думаем. А кто ты, Фахрудинов? Ты случайно в прошлой жизни дембелем не был? А то уж очень похоже. Чего молчишь? Давай, давай, колись. Мы с тобой все равно не слезем. Мужики, только никому. Обещаете? Нифига себе, он еще условия ставит. Ну ладно, ладно, блин. Короче, не дрейфь, Фенат. Мы могила. Мужики, тут такое дело. Я это, второй раз служу. Достал зеленый свой пиджак, Брюки синие надел. Брюки надел, после вышел из дверей, Ничего не захотел. Жизни нету денег тоже, брюки задом наберется молодого офицера. Никто замуж не идет. Тарасова Валя в слезах, По этому поводу Валя в слезах. Встречайте, Валя сегодня в слезах, Какого снова Валя в слезах? Сегодня дождь, завтра ветер, Послезавтра будет дым. Молодому офицеру Хорошо быть молодым, Жизни нету. Продолжение следует...